Ребята, вы серьезно сомневаетесь в покупке 11-го айфона в 2021 году? Не надо думать, надо его IT просто брать. Дисклеймер. То, что сказано в данном видеоролике, это сугубо мнение автора. Приятного просмотра. Ну что ж, друзья, привет всем. Хочу с вами немного поделиться опытом эксплуатации айфона 11-го в 2021 году. Погнали. Если быть конкретизированным, то купил я данный девайс в начале июля. Пользуюсь я им уже получается в районе 4-х месяцев. Почти 4 месяца. Алло. Я сказал лайки надо поставить им срочно, потому что если я тебе говорю... Ребят, там просит лайк, чтобы поставили. Я тебя позарю, слушай, поставь. Ну, поставь, что. За этот промежуток времени у меня произошло достаточно много понятий, непоняток и все в этом роде, о которых хотел бы я сейчас с вами поделиться. И одним из одних факторов это именно батарея. Ребятки, я, конечно, дико извиняюсь, но почему у меня за 4 месяца ушло достаточно большой объем аккумулятора? Ммм, большой процент износа аккумулятора. Когда купил, естественно, у меня было 100%. Покупал я его новым в ДНС и никаких сторонних сайтов, магазинов. Ой, ошибка. В МТСе купил, все, казалось бы, было прекрасно до того момента, как у меня через 2 месяца не упала емкость аккумулятора на 2%. То есть, а сотки уже стало 98%. Я такой, нифига себе, какой же кайф. Я прямо почувствовал вот эту вот магию Apple, когда ты пользуешься устройством, казалось бы, аккуратно, и он у тебя падает емкость. Ладно. Точнее, нужно внести маленькую поправку. Я пользовался первый месяц этим устройством активно. Активно, что подразумевает моё понимание. Это я реально на нём играл, допустим, в папке я мог играть, я мог прямо жёстко, прямо монтировать инста-сторисы, реально много, и всё в этом роде. То есть, первый месяц я пользовался прямо данным девайсом и нагружал. Прямо хорошо, так нормально нагружал. И, казалось бы, на следующий месяц я понял, что нужно нагрузку эту убирать с данного устройства. В принципе, я этим и начал заниматься. Меньше стал сидеть, на полной яркости его не юзал. В принципе, такой телефон стал уже без такой жёсткой нагрузки. На следующий месяц у меня упала ёмкость аккумулятора на ещё 1%. Ребятки, я не понимаю, каким образом это произошло, но это произошло. То есть, первый месяц я пользовался им усиленно, он у меня прям грузился, грелся и всё в этом роде. Упало 1% ёмкости. А на второй месяц я пользовался уже гораздо меньше. И ушёл также 1%. Не понимаю, как, с чем это связано. Возможно, аккумулятор как бы понял темп. Я не знаю, как это объяснить логичными словами. Таким же образом, по поводу износа аккумулятора, сейчас уже 4 месяца практически я им пользуюсь. Процент аккумулятора у меня 97%. Чтобы не быть голословным, сейчас я вот вставку вам покажу. Состояние аккумулятора. 97%. 3% за 4 месяца. Вот он. Нормальный, в принципе, уже показатель. Я не знаю, что было с аккумулятором первые 2 месяца. Но сейчас, по идее, если уже немного математическую логику включить, или просто абстрактную логику, то у нас получается так, что за первые 2 месяца у меня ушло 2%, еще за следующие 2 месяца у меня еще 2%, то есть того уже и 4%, а еще 2 месяца, то есть у меня к новому году примерно уже должно было уйти около 6-7%. Но нет, у меня за 4 месяца практически ушло всего лишь 3%. Если быть утрированным, за первые 2 месяца ушло 2%, а еще за следующие еще 2% у меня ушел 1%. Короче, по поводу подарейки на этом можно закончить и уже приступите к следующему пункту. По поводу перегрева и оптимизации приложений под 11-й айфон. Кстати, не знаю, почему я сделал такое недовольное лицо, потому что в принципе меня все устраивает. Первые 2 месяца использования я пользовался им, заходил в инстаграм, пользовался, у меня есть свой инстаграм, подписывайтесь. Кстати, кто не подписан, этим нужно обязательно заняться, прям спуститься в описание и прям подписаться, потому что там много интересного. Я не понимал, каким образом это работает, еще раз повторюсь, купил девайс новым и у меня скидывалась ее яркость. То есть я серфил в инстаграме и у меня скидывалась яркость до середины. Когда я пользовался телефоном, на 100% яркости она у меня скидывалась до 50-60% из-за перегрева, троттлинга и производительность падала. Честно говоря, такая дичь происходит, когда у тебя XR, которым пользовались уже до тебя. Буш на XR, которому 2 года уже и он во всем, даже в меню скидывает яркость. Не понимая, почему у меня такое было, точнее не понимая этого, я уже подумал, может мне нафиг продать этот айфон 11, реально у меня были такие мысли. Потому что когда ты сидишь в инстаграме на высокой яркости, примерно 80-90% и он тебя бац и скидывает до середины, это достаточно непонятный случай, потому что что за дичь вообще. У меня это продолжалось на протяжении двух месяцев. Что дальше у меня произошло? Это было связано с тем, что как-то был мне оптимизирован инстаграм до сих пор, либо какой-то был сбой в системе, но у меня это произошло. Но сейчас, к счастью или к сожалению, я не знаю, наверное к счастью, у меня такой фигни нет. То есть, как бы я им не пользовался, яркость у меня не скидывается. Главное его прям сильно не нагружать, в плане того, что если вы зайдете в папк на нем, он у вас будет скидывать яркость. Ребят, если вы хотите взять айфон для того, чтобы играть на нем, это очень плохая затея. Папк. Он будет у вас не то что тротлить, будет скидывать яркость. Да, он у вас будет горячий, как пирожок, прямо из печи только что, из печеной. Но, блин, на нем можно играть. Но какого черта у меня айфон скидывает яркость, когда я хочу поиграть днем? Вы понимаете то, что вот на такой яркости, вот ничего, в принципе, не видно. Ребят, этот айфон, я даже без клейки сейчас сделаю, как, блин? Это же без клейки, он у меня типа, вот. То есть, вы играете на такой, а он у вас вот так вот делает. А, не видно же ничего вообще. Бомбит, бесит, жутко. Кстати, по-моему, это на всех айфонах, таким образом, все происходит. Потому что айфон скидывает производительность. Когда я смотрел сравнение 12 Pro Max и какого-нибудь OnePlus 8, 8 Pro. Вот как он, OnePlus, как он работает стабильно. Вот так все дальше и происходит. А какого-то черта у айфона он начинает тротлить. Так что, ребят, если вы хотите играть... Я не знаю, где тут стабильность тогда у айфона, когда вот такая дичь происходит. Но, на этом негатива, в принципе, по поводу снижения яркости хватит. Потому что, ребят, вы пользуетесь устройством и оно у вас вообще не лагает, не вылетает. Ребят, он 50 тысяч стоит сейчас. Это 11-й айфон, у меня версия на 128 гигабайтов. И, в принципе, какой телефон Samsung бюджетник? Ну, не знаю, точнее, АА71 Samsung. Максимальная комплектация версии, либо АА72, точнее. Сколько он там? 38 тысяч стоит? 30 тысяч стоит? Ну, 40 тысяч. Там не будет премиум-материалов. Таких, которые есть в айфоне. По ощущениям, айфон это безумно красивое. Смотрели до кого? Сугубо моё мнение. Ребят, дополнением к ролику, ещё решил немного записать съёмки с видеокамеры. С видеокамеры, а с обычной камеры. Запись сейчас ведётся в 30 кадров. Так, от солнышка отойдём. Вот. В 30 кадров в секунду. Ну, естественно, HD, качество 1080p. Вот, кстати, пересвет, можно от него избавиться? Вот, в принципе, от него... Ой, как красиво. Ой, ой, моя рука. Вот, это просто эстетика, ё-моё. Если говорить по поводу широкоугольного объектива, то я выгляжу на нём как глист какой-то. Ну, в принципе, пойдёт. Ребят, продолжаю. 30 кадров в секунду. HD качество, фронтальная камера. Ну, почему бы... Я наклонил, чтобы солнышко... Почему бы и нет? Ну, реально. Классно. Ну, пойдёт. Ну, согласитесь, что для вас, обычных пользователей, в принципе, как даже и меня, ну, всё будет... Ну, камера устраивать. Когда вы пользуетесь айфоном, вы знаете, что у вас будет, в принципе, работать стабильно. Если выкатится нормальное обновление, как, в принципе, сейчас произошло у меня, и вы не будете знать горе. Но если какой-то в условии тебе баг, как у меня был с Инстаграмом и, в принципе, с любой другой соцсетью, то... Вы запомните это надолго. Как, в принципе, я. Друзья, пользовался я данным девайсом исключительно в чехлах. У меня был такой чехол беленький, красивенький, у меня силиконовый обычный. Буквально две недели назад мне пришла посылочка. Там было защитное стекло на экран, на заднюю панель и, естественно, на... Наконец-то... На камеру. Ребят, вот видите вот эти вот грязнинки, вот эти частицы, которые около вокруг камеры? Ну, ё-моё, они просто... Я не понимаю... Ребят, это не грязь, это облезло. Она облезла. Немного бесит и напрягает. Поэтому спустя 4 месяца я решил просто не париться и заказать. Теперь, в принципе, я избавился от той проблемы, то, что у меня камера как-то может убиться, угадиться и всё в этом роде. Я им пользовался без чехла две недели. Честно говоря, я о таком даже представить не мог, подумать не мог, когда покупал данный девайс. Постоянно думал, что буду пользоваться им в чехлах, потому что... Ну, а как иначе, ребят? Но, да, я согласен с тем мнением, что когда iPhone производят, они делают так, чтобы можно было пользоваться им без чехлов. То есть, подбирают определённые материалы, вот, чтобы всё было красиво, тактильно приятно держать в руке. Я полностью поддерживаю этот вердикт. Последние две недели пользуюсь им без чехлов. Честно, вот... У меня с ним ничего не стало. Вообще. Я засовываю в карманы, я его шкряпаю сейчас своей защиткой, вот таким образом. Вы даже эти звуки слышите. И, в принципе, как-то вообще кристаллический, потому что полностью закрывает защитные стёкла корпус. Кроме, конечно же, боковых граней. Внизу, там, где зарядка, да, немного обкоцалось и всё в этом роде, внизу... Так, ребят, я забыл, когда я последний раз записывал видеоролик про iPhone 11. Один месяц назад записывал видеоролик про 11 iPhone. Вот. Там у меня была уже эта козка, вот, которую вы сейчас видите, и больше у меня никаких не появилось. Вот, честно, по состоянию у меня, вот, что было, я его когда в чехлах носил, что сейчас я без чехла его ношу, у меня, в принципе, всё то же самое. В принципе, владельцы айфонов, я думаю, вот, ввелись такой штука, если вы что-то проливали на айфон, всё в этом роде и попадало в разъёмы. И желательно, чтобы такие сообщения не выскакивали, потому что... не знали об этом. Если вы, видите, вот, там, мочите, там, гидроудар-то какой-то получает айфон, то есть, там, в воде он побывал, всё, там, вроде, он автоматически срывается с гарантией. Так что, ребят, не надо. Если вы хотите устройство именно от компании Apple, вы можете взять один с айфон, его ещё не сняли с продаж. Вот, вы смотрите много видеороликов. Микрофон забыл. А стоит, брать его? Нет. Конечно, стоит, ребят. Если вы сидите с Xiaomi каким-то за 18 тысяч, вам этот телефон, да даже 11-й Pro какой-нибудь, 12-й айфон, он будет его за глаза. Почему? Потому что это обалденное устройство. Я не буду дальше говорить о том, что он троттлит, не троттлит, лагает, не лагает. Всё это исправляется у Apple обновлениями. В принципе, как у любой другой модели телефона. И, естественно, пока айфоны сняли с продаж, ну, в принципе, оно официально поддерживается и официально является устройством, которое можно покупать в 2021 году. Конечно же, и бывают исключения, как iPhone S едва полная лажа, его не надо брать. Все косяки, которые были на старте продаж, в середине, этому айфону уже два года плюс-минус. Ну, полтора года. Все косяки, которые были, они уже исправились давным-давно. И если вы думаете, что что-то может вылезти ещё, вы глубоко ошибаетесь. То есть, как видите, айфон у меня не облез. За 4 месяца. Аккумулятор, да, у меня вопрос как аккумулятор. Ребят, устройство обалденное. Если вы его возьмёте, вы не пожалеете. Всем пока.